Поэтому он ему сказал Абу Амир То есть также в этом хадисе указание, что дозволяется детям давать каких-то птичек и так далее, закрывать их хорошо, то есть даже если они закрываются в клетке и так далее, чтобы ребенок игрался. Но здесь обязательные условия, чтобы кормил хорошо эту птичку, и не было этой птичкой от него вреда, то есть некоторые дети играют хорошо, котят убивают и так далее, родители в этом не видят никаких проблем, это очень скверное дело, ни в коем случае не дозволяется позволять хорошо этим животным, то есть Аллах не создал их, чтобы мы таким образом над ними издевались и так далее и тому подобное. Поэтому, то есть если выполняются права, грубо говоря, этого животного, нет никаких в этом проблем. Поэтому даже в том хадисе, когда женщина связала кошку, то есть или же держала у себя дома кошку, посланник Али Сарату Сэм не запретил ей само действие, но сказал То есть она ее не кормила, то есть если бы она кормила, все, никаких проблем нет, у тебя дома котенок, например, ты его кормишь, ты за ним ухаживаешь, никаких в этом проблем нет. Или же, то есть отпусти его, пусть он сам себе, то есть забывает еду, а она нет, закрыла эту кошку, пока эта кошка с голода не умерла. То есть в этом был грех, заключался грех не в том, что она закрыла кошку, а в том, что она закрыла и не кормила ее, то есть не ухаживала за этим котенком. Поэтому брать домашних животных, которые не являются какими-то грязными и так далее и тому подобное, в этом нет никаких проблем. Поэтому, то есть, например, человеку можно тигра завести дома? Нет, потому что он является хищником, то есть именно такие хищники и так далее, они являются что? Запрещенными. И поэтому кошка выходит из этого хокма, хотя люди думали, что она грязная, но именно про нее сказал посланник Али Сарату Сэм, что? Именно тавафина алейкум тавафат. То есть они что? Они постоянно живут вместе с нами, то есть это совсем другой вид хищника, поэтому даже если она полакает из какой-то воды, можно ли обмовение этой водой брать? Никаких проблем нет, то есть чисто. Несмотря на то, как кошка за собой ухаживает, подмывается, зная это, посланник Али Сарату Сэм сказал таким образом. Аллаху алим, значит, то есть это животное действительно отличается от других. Но заводить там себе волков, например, и так далее, и тому подобное, или же змей, или еще что-то, и так далее, не позволяется. Или же ящери заводятся, пауков, рейаду билля заводят. Аллаху алим, как только люди с ума не сходят на саллаху алим.